Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! Микрофон на друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию первого Summer Cup, первого турнира, который мы проводим в рамках нашей киберспортивно-комментаторской студии. С вами я, собственно, с вами вся наша студия, следим, смотрим, интересуемся, что, собственно, на экране вы сейчас наблюдаете, для тех, кто не в курсе. Наблюдаем мы матч между командой School 9 и командой SPS в рамках нашего Summer Cup первого турнира. Турнира — это только-только начало турнира, который пройдет 18 и 19 июня включительно. Турнир этот проходит для всех участников нашего паблика ВКонтакте. Точнее, сформированы команды были по принципу какой-то дружбы и совместной игры. Все, кто, соответственно, у нас не нашел себе пары, не нашел себе тиммейтов, там, пару, пятерку, четверку, те у нас рандомно распределились по командам. Ну, ребята в любом случае разознакомились, ребята разобрались. Я думаю, где-то, может, кто-то и потренился, потому что сутки на подготовку коллективов были. Прямо как первый International со второй Dota. На данный момент команда School 9 и команда SPS, собственно, разобралась по сторонам, разобралась со своим пиком, ну и что? И начинаем трансляцию, глянем, что у нас да как. А, еще одну небольшую мелочь забыл. Собственно, турнир этот был организован с одной исключительной целью — дать возможность нашим подписчикам почувствовать себя в теле профессиональных игроков со всеми стримами, с дальнейшими повторами, вот, с анализом, с комментаторством, абсолютно со всем, что связывает стримы профессиональных матчей с нашими зрителями. Ну, все, теперь давайте непосредственно к матчу перейдем и попытаемся разобраться, насколько хорошо у нас изучали профессиональную доту наши непрофессиональные игроки. Команда School 9 уже забанила Лешрака и отправили в банпу. Олдскульный Лешрак, по всей видимости, казался School 9. В мете, вот, Лешрак плюс Пугна — это, в общем-то, неплохая пуш-строта. Пуш-строта у нас уже, вот, СПС в этом виде в любом случае исключается. Ну и со стороны СПС Геррокоптер, Акс и Шторм Спирит. Как я понимаю, герои контрпиковые в отношении того, кого собираются забирать себе СПС. Опять же, коллективы у нас сыграны не настолько, насколько сыграны профессиональные коллективы, поэтому где-то здесь будет и некомбинационность присутствовать, а скорее неприязнь одного героя к другому герою, поэтому выбор будет строиться на этом. То есть логику отчасти сможем проследить. School 9 забрали себе уже Веспа и забрали себе Бристлбека. Комба более чем дамажища. Если Брис пойдет у нас в паре с Веспом, то, в принципе, здесь и не требуется ни Тинни, ни Свен. Любая линия Бристом и Веспом стоит на 5 с плюсом. Можно, в принципе, и на мидлейн его отправлять. Но, что тут касательно команды СПС, какие траблы. Undying в пике команды СПС и вот по вопросам Бристлбека это, конечно, неприятно. Потому что Брист против Undying прям на 5 с плюсом может отстоять, и для него не отстоять, а в файтах конкретно поведет себя Брист очень агрессивно. Потому что Undying со всеми мумиями, с тамбой, и контрит с Бристом на 5 с плюсом. Тут небольшой провал со стороны команды СПС имеется. Ну, смотрим, посмотрим, что будет, собственно, дальше. Дальше у нас по банам. Войд неприятен. Команде Скул Найн тоже, я так понимаю, одиночные какие-то баны. Вот Войд нормально бы зашел в комбинацию с Вич Доктором. Да, порезали, безусловно. Да, в хроносферу нельзя ставить варт. Но и рядом с хроносферой можно поставить варт и спокойненько разваливать всех и вся. Я думаю, что ВД тоже здесь на 5 с плюсом зайдет. Все-таки Бристлбэк имеется, и тот же Вич Доктор против Бриста не так полезен, как, например, Вич Доктор был бы полезен против каких-то мягких керри, того же антимага, того же Вайда. Бладсикер для команды Скул Найн. Масс Сайланс. Приехали. Кастуйте дальше. Зевс отлетает у нас в баню от команды Скул Найн. И Леон от команды СПС тоже у нас отправляется в баню. Ну, в принципе-то какой-то особой логики тут, в принципе, и проявлять игроки не могут, потому что, понятное дело, что встречаются впервые друг с другом. До этого никто из них не играл конкретно против этой команды. Да и, по сути, командой в редких случаях будет являться у нас вот стак из 5 героев. Обыкновенно это игроки, которые вот по рандомному принципу насобирались. Ну, команда СПС у нас микс. А вот команда Скул Найн, если я не ошибаюсь, у нас не миксовая, а ребята где-то уже друг с другом катали, потому что шли стаком из 5 героев со старта. А в команду СПС мы еще лично тасовали и добавляли игроков, которые у нас из команд из-за них в силу технических каких-то причин повылетали. Вайпер для команды Скул Найн. Бладсикер, Бристел Бэк, Висп. Ну, Бладсикер и Висп это, в принципе, понятно. Это мягко и для, например, Андайенгович Доктора, может, и неплохо будет. Вот Бристел Бэк и Вайпер я боюсь, что очень плохо будут обращаться у нас с саппортами. Поэтому саппорты команды СПС пока немного меня настораживают, как им будет стояться. Но, с другой стороны, линии. Если СПС выиграют, то, в общем-то, даже Клэй Те, тот же Вич Доктор и тот же Шейкер, в принципе, не бесполезными будут. Поэтому есть над чем работать. Есть что... Есть кого здесь выфармливать. Что под эту комбинацию вообще у команды СПС может еще зайти? Андайенг, в принципе, АОЕшный герой. Вич Доктор тот же АОЕ. Шейкер тоже АОЕ. Надо какого-то ДДшника хорошего, который массово бы все это разваливал. С другой стороны, под Шейкера тоже надо, чтобы кто-то был, кто собирал бы вокруг себя. Собирал бы вокруг себя, и это ближе у нас к Интовикам относится. То есть это Энигма мог бы быть, это мог бы быть Дарксир, например. Либо Магнус. Но жертвовать целым слотом под четвертого полу-саппорта, полу-керри, полу-оффлейнера, я думаю, что это было бы лишнее. Мне предположительно кажется, что Андайенг отправится на сложную. Там будет Андайенг отправиться на сложную. Скорее всего, мне кажется, ВД с Шейкером и кем-то еще. Скорее всего, это будет Керри, которого, кстати, Скулл Найн сейчас бы пора забанить. Отправятся у нас на легкую линию. Ну и Квапа, естественно, на мидлейн. И вот Квапа либо против Бриста и Веспа, либо против... А вообще так и не поймешь, что Скулл Найн набрали себе мидера. Вайпер может стоять на миде, Сикер может на миде. Висп с Бристалбэком на миде может стоять. Может вообще пойдут 5 мид. ГГВП, go next. Забрали Мистикалы, ушли домой. Ланцер от команды Скулл Найн отлетает у нас в баню. Все. Больше по банам Скулл Найн ничего. Команде СПС сделать не сможет. Пейл достаточно интересная фигура здесь. Могла бы быть... Пейл вообще интересен в любом стаке. Вот, герой невероятно силен в лейте. И Скулл Найн, я так понимаю, по индивидуальному. Какому-то предпочтению решили его отправить в баню. Ну и Бэйн от СПС. Как будто они что-то знают. Инвокер. Инвокер от команды Скулл Найн. Задавили интеллектом, задавили скиллами. Ну... Снайпер. Снайпер от команды СПС. Все. Те, кто будут бить руками, будут у нас бить издалека. Флэпер забирает себе Шейкера. Фир будет играть на Квин оф Пейн. Фир как там в ЕГЭ дела. Снайпер это Гринфрог. Стефан Хокинг играет на Андайинге. И Вич Доктор у нас для Макс СБ. Со стороны команды Скулл Найн. Джаз будет играть на Бристолбеке. Так, секундочку. Сейчас сразу пройдусь по героям. Так вот, со стороны команды СС-9. Скулл Найн. Люсьен Лошанс играет у нас на Вайпере. Нестер будет играть на Инвокере. Борс отыгрывает у нас на Веспе. Джаз на Бристолбеке. И Супер Меценат, который надавал все шматье за свою команду с ником, примерно напоминающим Эквалайзер, будет играть у нас на Блад Сигере. Топим за него. Он команду за уши вытащил. Просто Меценат среди своего коллектива. Ну что, в принципе, по распределению по Лайнам сейчас все узнаем. Так со старта, конечно, сказать будет достаточно сложно, потому что Панапикали, конечно, такого, что вообще непонятно даже, что да как будет выглядеть. Висп. Скорее всего, все-таки отправится с Бристолбеком. Тут некуда больше, некому привязывать Виспа, на котором будет играть Борс. Нестер на Инвокере. Отправляется в Мидлейн. Танго за пули уже до нельзя. Блад Сикер отправляется у нас на... Ну, пока что на топ-линию, но есть подозрение, что Сикер может у нас отправиться и в сложную линию. Ну что, встреча на нижней... На топ-руне, точнее, у нас уже может быть. Ну, готовимся. Нестер уже на позиции. Фир тоже на позиции. Пока что никто ничего не вкачивал у нас. Ну и... Собственно... Что? Файт близок к своему началу. Мнуться, ребята, у нас на руне. Ну, кто будет подходить, сейчас узнаем. На нижней руне все у нас за командой СПС. Тут даже и нечего пытаться. Ну и Нестер у нас под тизером от Веспа. Застопили его сразу же, осадили на место. Бладрайт пошел у нас от Влад Сикера. И Фир из-под собственной тамбы уходит. Бежать, в принципе, не могла команда СК-9. А вот издалека как-нибудь развалить можно было бы. Ну и инвокер, конечно же, первого левела. Какие там санстрайки. Был бы санстрайк, можно было бы с Фиром тут немножко иначе поговорить. Что, Фир на мид лейне? Стоять ему против инвокера, на котором отыгрывает Нестер. Ну, инвокер со старта у нас пошел в дэмэдж. Фир у нас собирается выйти в фаст боттл. Тоже понятно, квапа от этого зависима. Андайнга команда СПС отправила в сложную линию. Стефан Хокинг будет отыгрывать на топ-линии против Люсиена Лошанса на Вайпере. Ну, ситуация неприятная, конечно, для Андайнга. По идее, Вайпер загоняет у нас Андайнга. На ранних левелах это точно. Ну и уже видим, какие проблемы у Стефана Хокинга. Он, кстати, зря, по-моему, пренебрегает таким дэмэджем от Вайпера. Тут еще нейротоксин не был прокачан. А так бы уже по швам трещал бы у нас Андайнг. Бладсикер. Нон-стоп занимается фармом в лесу. Джаз вместе с Борзом на сложной линии. Стоять им против даблы и одного лесника. Потому что флейпер, безусловно, будет у нас рано или поздно выходить туда. Ну, пока без агрессии. Пока что, в принципе, ровненько. Ситуация, конечно, по команде Скул Найн немного пабовая. Бладсикер, который взялся просто, чтобы освободить линию под Вайпера в соло. Так, в общем-то, необычно. Ни для пабов, ни для профессион... Ситуация, короче говоря, и антипрофессиональная, и антипабовская. Всякая ситуация. Ну что, Макс Исбек у нас уже поймал Борза. Фиссура пошла у нас от флейпера. Ну и, по-моему, ФБ здесь будет. Если Рохи не отдастся, то будет ФБ без вариантов. Или все-таки на Макс Исбеке будет у нас ФБ. Как же долго эта фиссура стоит. Ну и в итоге развалили у нас Веспа и начинают настреливать по Бристу. Тут можно было попробовать отдачиться Рошану. Не отдался в итоге. Джаз забирает фраг со стороны команды Скул Найн. И сам, в общем-то, скорее всего, отлетает Шрапнелли, если что, у Гринфрога есть. Шрапнелли надо насыпать на хайграунде. Просто расстреливать Бриста долговато, как подумал у нас Гринфрог. Висп уже здесь. Пытается отхилить Бриста. Бриста отхилить не получается. Ну и Висп в соло у нас против Снайпера Санстрайка от Инвокера. До свидания, Снайпер. Два в два. Нормально. Размес, размен точнее, начался. Замес организован. Теперь, в принципе, счет открыт. Можно уже посмотреть, что да как. Со стороны команды Скул Найн. 500 по голоде, плюс для них. А по Экспе у нас СПС повыше немного идут. У них преимущество в 500. В принципе, СПС-то у нас... Где вообще по... Где у нас проседают по количеству экспириенса на топ-лейне тут без проблем. Четвертого левела Андайн. Четвертого левела Люсьен Лошанс. Разве что внизу. Внизу у нас фактически без фарма находится Шейкер. У него ни крипов толком нет. Непонятное дело ни левела. Ну, лесной Шейкер. Занимается отводами, занимается хоть каким-то приобретением опыта. В это время он лайновый саппорт. Вич Доктор и лайновый керри у нас Снайпер. По голде, в принципе, все определили. Давайте смотреть, как фармят ребята. В принципе, пора бы уже. У инвокера 16 на 11. 13 на 6. У нас у Люсьена Лошанса на Вайпере. Против него Андайн 9 на 0. Тоже неплохо. Ну и Гринфрок на легкой линии. Против Бриста и Веспа. Достаточно уверенно стоит. С другой стороны и Брист. Который у нас половину прошедшего времени гулял и файтился. Со счетом 7-0 идет по крипам. Достаточно неплохо. Ну что, первый выход саппортов у нас на мидлей. Нестера поймали. Каски полетели по нему. Фиссура от флепера. Ну и инвокер у нас в итоге. Забирает квапу, а сам отдается. Выход не есть хорошим для команды СПС. Потому как выйти на мидлейн и умудриться своего же мидера потерять, будучи втроем. Это, конечно, трабл. Ну и по итогам этого файта, я думаю, что в плюсе, безусловно, команда СПС осталась. Потому что экспы получили много. Ну и денег на троих разделили. А там в общей сумме немного больше накапывает. А со стороны команды СКН-9 тоже, в общем-то, могло быть и хуже. По идее, втроем должны были просто в хлам разрывать. У нас инвокера, тем более экзортового инвокера. Вот инвокер, который готов отдаваться и смело об этом заявляет. Ну что, продолжаются лесные у нас побеги от команды СКН-9. Борс и Джез уже неоднократно выбирались у нас на нижнюю руну. И там устраивали экшен. Ну что, Джез должен наваливать по гринфрогу. По тизерам его отсюда отпускать не будут. Кстати, Гу вообще ни в один не вкачан у Джеза. Ну, танковать-то должен Брист. Танковать должен Брист. И у Бриста, кстати, есть уже куча стаков спрея на гринфроге. При этом еще и ДД для Бриста. То есть остановишься с ним и будешь драться. Отхватишь по физухе просто дичайший дэмэдж за счет дабл дэмэджа. Если просто от него бегать, то вы видели, что происходит. Просто наливает сверху квилл спреем и разваливает. Не очень понятная ситуация с Борсом. Виз не должен был здесь отдаваться. Да, в принципе, как и танковать Тауэр. Ну и пошла у нас серьезная игра. Пошел Девардинг со стороны команды СПС. Вот они, профессионалы, где засели. Там думали в Na'Vi, что делать. Артстайла, брать не Артстайла. Габлак ушел. Кого брать? Берите кому-нибудь из команды СПС. Хоть на Инте нормальное место займете. Скуллайн у нас 1200 по голде выигрывает. По экспириенсу впереди команда СПС по-прежнему. Ну, фармят лучше, конечно. Игроки Дайер, ну здесь... Здесь просто фармят все. Сикер у нас лесной. Но Сикер не забирает у нас ничего на лане. Но при этом Сикер постоянно фармит. Что касается Шейкера, Шейкер в принципе без фарма. 4 крипа за 7 минут. Ну, тут понятно, что Флэпер у нас занимается немного другими делами. Варды, Девардинг, Ганги, ну, по чуть-чуть, понемножку. Так, у Бриста 65 левел. И у Гринфрога на Снайпере уже 6 левел. И вот, собственно, плевочек прокачал себе Брист. У Бриста Бристалбэк 2 левела. Квиллспрей 2 левела. Ну и просто бей плю. Гринфрог опять у нас попал в ловушку, из которой ему не выбраться. На подсейф уже пришел у нас Шейкер. Закрывают. Фисура, кстати, просто на 5 с плюсом у нас от Шейкера. Попытается выкилить Висп у нас Бристалбэка. Бристалбэк в таверну. Ну и Снайпер дальше по Борзу. 5 секунд еще у Шейкера. Правда, маны не совсем достаточно на Фисуру. Ну, еще немного, в принципе, можно было бы поймать Борзу. Команда Скулл Найн тут перебыковала. Это факт. В это время, кстати, Андайенк отвалился. И посмотрите, насколько ровно идут команды. 5-5 счет, 7,5 минут сыграно. Фраг на одном лайне, ответный фраг на другом. Фраг на одном лайне, ответный фраг на другом. Постоянное давление. Что с одной стороны, что с другой. Ну и... Ну и что? Ну, так у нас куются чемпионы. Все нормально. 8 минут сыграно. По голде 1200 здесь. И Скулл Найн, наконец-то, у нас вышли вперед по экспириенсу. 250. Сторона Дайер, в общем-то, по комфортнее имеет ситуацию для фарма. Так что тут ничего удивительного. Плюс лес для них тоже достаточно удобен для лайновых героев. Не такой длинный, не такой растянутый, как со стороны команды СПС. Ну и за счет этого, в общем-то, Сикер у нас выфармливает. А где выфармливает Сикер, там не дофармливает у нас Шейкер. Поэтому плюс по голде, естественно, для СПС будет. Что, Сикер уже четвертого левела. Ничего, в принципе, у него нет. Но, с другой стороны, ему-то в лесу ничего и не надо. Бладрайд есть, если что, выйти на лайн. Бладрайдж есть, чтобы подхилиться. Плюс он делает отводы. Плюс он стопит у нас мобов еще на подходе к Таверу. Что позволяет более комфортно Люсену Лошансу фармить на линии. Ну и то есть дальше этой линии, за редкими исключениями, приходится переходить вайперу. Все остальное время достаточно комфортная ситуация. Дандаинг. Тамба у нас в приоритете. Респектуля полетела Стефану Хокингу. Есть уже у него Урнов Шадоус. Есть тапок. И есть та, кстати, где у нас замесик. А замесик у нас внизу, как я понимаю, произошел. Квапу развалил... Нет, квапа у нас на миде отвалилась. А Вичдоктор у нас отвалился внизу. Ну и инвокер тоже на миде. Инвокер, кстати, молочага. Как не выйдет на него Шейкер, квапу он забирает с собой. Ну правильно, что самому в таверну летать? Забрал квапу в очередной раз. В ганке от команды СПС все больше как-то меня удручают. Если бы я топил бы за СПС, то у меня был бы огромный вопрос касательно ганков, потому что когда ты выходишь убивать мидера втроем или вдвоем, и твоего мидера отдаешь, это как-то, согласитесь, странновато. Ну что, выход от Борза и от Джаза. Ой, нет, нет, не туда. Ой, ой, назад нет. А, нет, передумали. Выход был великолепный. Конечно, очень неожиданный. Фир в панике побежал в кусты, Фир уже возвращается. Теперь, кстати, ответная реакция может быть от команды СПС. Уже близко Вич Доктор, каски имеются. В общем-то, закрыть того же Бриста с Крипом или Бриста закрыть с Веспом идеально было бы. Полетели каски. Ну, лучший момент просто выбрал Максис Бэк. Вдвоем рядом был Джаз возле Крипа, потом Джаз был возле Веспа, ну и каски были брошены, когда Джаз был возле ничего вообще, в принципе. Каски у нас в итоге не зацепили команду Скулл Найн, а игроки команды СПС просто пока что тратят время. Потому что фармит-то здесь один, остальные стоят просто и смотрят. Это от снайпера. Была проюзана на Веспа, в итоге отменяется. Окей, окей. 11 минут, вот он у нас и первый ганг от инвокера. Спуск вниз пошел от Нестера. Видит он Максис Бэка, видит его Шейкер. У Шейкера тут реакция просто на 5 с плюсом. Санстрайк у нас по Максис Бэку. Максис Бэка просто располовинили вообще. Размен у нас 2 в 2 происходит. Джаз на лоу ХП, наваливает по скандфрогу. Люсьен Лошанс отправляет за в таверну. Снайпер тоже у нас на лоу ХП у Джаза отлетает. 3 в 3 размен. Ну и здесь Фир просто не щадит. Не игралось пацану в ЕГЭ. Пришел играть за команду СПС. И по-моему, по итогу этого файта в плюсе СПС. И все, что они проигрывали, теперь-то они потихонечку отковыривают. И в коем-то веке не умерла у нас КВАПа, которая на миде в любом ганге у нас отвалилась. У КВАПы со счета 0-2, счет становится 3-2-3. И по голде здесь, конечно, графики где-то к нулю у нас стремятся. После обновления, я думаю, что как бы СПС вообще все, насколько отставали, не отыграли. Четвертый Томп Стоун есть уже у Андай. Стефан Хокинг с линией вынес все необходимое в принципе. Аркан Буци есть, Рунав Шадоус есть. Чего здесь не хватает? Команде СПС это, скорее всего, Мекки. Шекер тоже, кстати. Вроде и бомж бомжом, а так посмотришь. Аркан Буци себе выформил. С Маки есть, Сентри есть, Мэджик Вон тоже, кстати, не такой уж и дешевый артефакт, как для героя, который все время в лесу стоял последние 12 минут. Ну и неплохо. Не умираешь, деньги капают. Поэтому тут Флэпер, конечно, неплохо смотрится на Шекере. Да и вообще, саппорт комбинации команды СПС очень неплохая. Томп Стоун пошел у нас от Стефана Хокинга. Сразу же на тизере прилетает Борс. Пытается выкилять у нас Вайпера. Понятно, что Хокингу больно. Ну как же больно в итоге у нас Вайперу. И с Борзом вы посмотрите, что делают Мумии. Виск просто у нас отъезжает в таверну, вообще даже не успев пикнуть. И дальше Мумии у нас за Бладсейкером. И минус 4 делает Скул Найн. И Джаз в итоге забирает троих. А Андаинг своими несчастными Мумиями, одной кнопкой, одним вообще нажатием клавиши Е, забирает у нас троих в этом файте. Ну и что по итогу? По итогу у нас 4 героя команды СПС отправились в таверну. И 5 игроков команды Скул Найн точно туда же отправляются в таверну. Плюс в плюсе остались СПС. По голде, по экспириенсу чуть-чуть проиграли. Ну и для Шейкера тут просто раздолье пофармить. Я думаю, что не надо долго здесь задерживаться. Все-таки ребята у нас из Скул Найн не пассивно себя ведут. Агрессия чувствуется по карте и по линиям перемещаются. И файтятся в общем-то достаточно уверенно. Да, правда в пятером сливаются, но как уверенно сливаются, вы бы видели. Команда СПС выходит вперед по золоту. По экспириенсу 1200 тоже для них. И Undying возвращается на роднулечку, на топ лейн. Там, где фармилось ему без проблем. В итоге Вайпер у нас 10 левела и Undying у нас 9 левела. Разница есть. И разница, конечно же, не в пользу Undying по цифрам. Но по факту Undying, который почти такого же левела, как Вайпер, из легкой линии. Рейнджевой Вайпер. Рейнджевой Вайпер, которому харасить просто... Даже напрягаться для этого не надо. Которому deny тоже не надо особенно напрягаться. И в итоге Undying, милишный, умудрился отстоять не хуже Вайпера. Это минимум. То есть для своей команды, конечно, профит безусловный. Сложная от команды СПС достаточно крутая получилась. Ну что, у нас замес в лесу пошел. Поймали Нестера. Нестера здесь разваливают. Но Нестер в очередной раз перед смертью забирает с собой снайпера на этот раз. Раньше квапа у нас была целью номер один. Теперь снайпер у нас отваливается. И где-то стоит Тамбай. Где-то у нас за Джазом продолжение погони. И не умирают у нас никаким вообще образом эти мумии. Джаз, в общем-то, и выхиливается неплохо. И меха у него есть. И борз уже здесь. И ульта пошла от флейпера. Люсьен Ла Шанс на лоу ХП. Фир через Scream of Pain. Забирает у нас двоих. В итоге Фир у нас отъезжает для Бладсекера. И Бладсекер не должен отпускать Шейкера. Есть фиссура у Шейкера. Но здесь как-то... Я даже не знаю. Просто затянуть время, чтобы успеть купить себе даггер. Что-то где-то должно продаваться. Я думаю, что будет пытаться через тотем разбираться у нас Шейкер. Ну что, в итоге Шейкера-то у нас оставили. А Шейкер может развернуться и просто развалить беднягу. Санстрайк неточный. У Шейкера уже есть фиссура. У Шейкера есть тотем. Фиссура перед тем, как получить Сайленс. Даггер можно купить. Ну-ка, не тупи. Ну и висп просто уносит у нас Сейкера. А висп-то вернется. И полетели каски. Понеслось вообще. Будет ждать здесь инвокер. Ну и вопрос тут теперь, конечно, с тизером. Заберет ли с собой Борс у нас кого-нибудь. Никого. Каски прилетели. Ай, каски прилетели в момент, когда ТПА делал у нас джаз на Бристалбеке. И в итоге драться команде Скулл Найн надо без своего главного танка и главного керри. Подъем пошел от Нестера. Санстрайк под ноги. Гринфрог огребает. Но тут инвокер, конечно, раздает просто. Такая, знаете, полупрофессиональная. Ну, в хорошем смысле этого слова дота. Все, в общем-то, так простенько и элементарно делается. Но это надо в любом случае делать. Я, например, так делать не умею на инвокере. Хотя ничего вроде как сложного. Ну, нормально. Кирпичи падают ровно. Санстрайки залетают по голове тоже, в принципе, ровненько. Ну, и посмотрите, насколько ровная игра команды. 18-17 счет. 16-я минута. По голде СПС выигрывают 100. По экспириенсу они выигрывают 1500. Вообще, фактически, никто никуда у нас не выбивается из общего ряда. Ну, вот он один, наверное, фраг. Этот 18-й для команды СПС, который выводит их вперед. Ну, такое, знаете, такое вот профессионально-аматорское мяско. Понимают у нас ондайнга. Ну, ондайнга по хп-то всего много, конечно, но выжить ондайнгу просто-напросто не дадут. Инвокер в соло вообще через ЕУ. Через бласты, метеор и санстрайк. Ну, тут выкастовывают инвокер вообще великолепно. Я думаю, что если пабовская жилка Нестера у нас тут, он фаер его сделает. Если начнет жечь действительно серьезно, то, гляди, здесь и появится у нас и аганим, а потом еще и рефрешер орб, и такой вот пианино-инвокер будет. Так что следующий соперник, если вдруг команда с фулл-найн выйдет, смотрите, понимаете. Инвокера в руки Нестеру давать, это самоубийство. Пока что инвокер доказывает это. Да, конечно, принимали инвокера неоднократно, но мид-то у него вообще был не сладкий. Постоянно саппорты команды СПС были у нас на мид-лейне, постоянно гангали давили. Понятно, что смерти у инвокера будут, но фраги чуть ли не индивидуально у нас в итоге зарабатывает инвокер. Причем экзортовый инвокер. Не какой-то там экзортовый инвокер, ну, с другой стороны, у нас папчоп не экзортовый инвокер был бы. Ну что, порохи с фулл-найн у нас без сопротивления. Забрали его совершенно Бристлбэк, вместе с Меккой, вместе с Вангвардом, который, кстати, еще не летит, но в скором времени уже появится для Бриста. Забирает себе еще и Эйджис. Все, в принципе, у него хорошо. Сливать просто так не должны. Ну и давайте по лайнам, да и по покупкам у нас разберемся. Расскажите про покупки. Есть у Шейкера Даггер уже. Шейкер в том файте так и не умер, поэтому теперь у нас 11-й левел, второй Эхо Слэм. Даггер есть, Аркан Буци есть, Маны на все. Не просто хватает, а предостаточно. Еще и делиться можно будет. У Вич-Доктора тоже есть Аркан Буци. И Аркан Буци у нас есть у Стефана Хокинга. И у Шейкера Аркан Буци. И, не знаю, еще Квапеба Аркан Буци до Снайпера. Снайпера на линии здесь загнобили. Стоять в соло против Джаза ему не нравится. В пятером вышли, я так понимаю, готовится пуш. Мид лейна. Здесь 4 игрока команды Скулл Найн. Ну и в пятером игроки команды СПС. Ну и после того, как Бристо забрал Тавер, денежки на Авангвард уже появились. А-а-а. Все-таки, да, купил, купил, купил. Так, подождите, мы в Олдскульную Доту играем? Откуда здесь это? Все, все понятно. Меня немножко подплавило. Ну и 5 на 5 на мид. Никто не хочет отдавать свое. Тавер просто так у нас... Ни одна из команд отдавать не собирается. Ну, на миде стоит Тавер внизу. Так, пошел у нас замес. Подняли у нас Шейкера. Ну и посмотрите, что, в принципе, делает Инвокер. Тут и плевок, вот Лошанса был необязателен, я говорю о Вайпер Страйке. Инвокер и сам Соло бы с Шейкером разобрался. Тут, конечно, рассказ просто элементарный, но при этом этот рассказ не оставляет никаких шансов саппортом команды СПС. Там Блуджас разваливает. У него есть Мекка, у него есть Эйджис. Ну и Дезвард пошел у нас от Вич Доктора. Минус Квапа, минус Шейкер, минус Андайинг и минус ВД. И продолжается погоня у нас за Гринфрогом. И, в принципе, это его счастье, что у него Шадоублейд к этому моменту был. Сикер вместе с Виспом на опережение побежали... Ну, какое же это опережение? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут Борс немного... Подплужил в любом случае. Ну, в любом случае не отпустят просто так. Есть ИУ, ну и вот, пожалуйста, Санстрайк под ноги. Даже думать не собирается у нас Инвокер. Инвокер все уже придумал. Это все... У него кнопочка Е-Е-Е решаем. Тут Инвокер не только тут. Я говорю сейчас о всей игре. Конечно, Инвокер тут с командой СПС не в игрушке играет. Наказывает индивидуально. Вообще без вопросов. Ну и вот, пожалуйста, как бонус для команды Скулл Майн. Еще и Тауэр на Мидлей. Мы забрали пятерых героев в итоге в этом файте. Вышли вперед по фрагам. 18-23. Ну и еще, пожалуйста, еще и Тауэр на Мидлей. Стефан Хоукинг. Стамбу поставили. Джаз вроде бы проставит по ХП. Ульта пошла у нас от Шейкера. Санстрайк поймает Флэпер. На лоу ХП Флэпер. На лоу ХП Стефан Хоукинг. Ну и здесь просто расковыряет его Бладсикер или нет? Ну живет Андайн. Андайн, конечно, очень мощный герой. Но в итоге Андайн у нас сливается. Дабл килл от Люсиена Лошанса. Ну и здесь Висп. С той стороны, конечно, Андайн. Я думал, что Андайн на данный момент Супер Эмба. Нет, все-таки не так. Сейчас у нас Супер Эмба, Инвокер и Висп в этой игре. И Бладсикер, смотрите, как зашел. Хорошо. И хорошо сюда Бристлбэк с Виспом зашли. Бриста теперь вообще непонятно чем пробивать. Уже есть Кримзон Гвард. И не только Виспад. Корозив скин четвертый у Вайпера. И плюс Кримзон Гвард. И кто будет убивать с руки, я не понимаю. Снайпер, конечно, здесь по фарму проседает плотника. Ну и еще один фраг от Инвокера. Айс Бласт. Сан Страйк. Кирпич. Не надо думать. За меня все придумала Дота. Я просто буду реализовать. Ну и МВП этого матча, мне кажется, безусловно Инвокер. В общем-то тут спорить не приходится. Андайн отстоял свою линию классно на сложной. Но в целом тут просто по пику, мне кажется, команды немного не рассчитали. Тот же Вич Доктор, который шесть раз у нас умирал, просто по факту выживать не может здесь. Вич Доктору нелегко дается фарм. Вич Доктора просто так вещи не будут появляться. А здесь против Бристолбека, против Инвокера, против Сикера. Ну как здесь, в принципе, выживать в файтах Вич Доктору, я сейчас не понимаю. Пожалуйста, Макс Сбек седьмого левела, он идет дыхать Тауэр. Если близко подойдет, если просто плюнет в него Вайпер, то на этом у нас и закончится, я думаю, Вич Доктор. У Вайпера уже почти готов БКБ и появляется Юл также у Бладсикера. Двойной-тройной Санстрайк, где у Инвокера Аганим. Не вижу. Есть Форстаф, есть Юл, скорость бега 432 под фазами. Ну, быстро... А, нет, не под фазами. Сейчас фазетка. Нет, все правильно, под фазами. 432, скорость бега у Инвокера. Вы тоже понимаете, Векс в ноль. Ну и Инвокера хотелось бы, конечно... Хотелось бы, конечно, посмотреть на Аганим и какой-никакой, да, быстренький раскаст на Инвокере. И так, раскаст, в общем-то, неплохой, конечно. Но раскаст из трех скиллов это не раскаст из 5-6 скиллов. Нестер поднимает у нас в итоге в Юл Гринфрога. Неужели в соло здесь их расковыряет? Нестера в любом случае должны здесь забирать. Пошел на Соник Вейв. Нестера развалили. Даблкил-то от Инвокера получился. И Снайпер в таверну, и Вич Доктор в таверну. Ну и здесь Люсьен Лошанс уже за Инвокера будет наваливать. Фир. Ой, какой дальний блин. Это многовато, конечно, Фир себе позволил. Ну и теперь просто зафармить там. Команда Скулл Найн минус 4 делает. Что-то становится 20-31. И что делать СПС, я так толком и не понимаю. Наверное, стать где-то на своем хайграунде и ждать, когда придет команда Скулл Найн. Но пока она будет идти к хайграунду у команды СПС, она-то попутно будет фармить. Будет фармить, будут появляться новые артефакты. Они и сейчас сильнее, а основными артами в любом случае будут и выносливее, и сильнее, и быстрее, и демеджа будет куча. Ну, тут траблы, конечно, невывозимы у команды СПС на данный момент. 24 минуты сыграно. 14 тысяч преимущества Скулл Найн. И по экспириенсу 12 тоже в пользу команды Скулл Найн. И Скулл Найн не останавливается. Как у нас школьнички, да, из девятой? На джиге работают. На тебе, крип. Вонючий. Ох, не надо было бы это делать Шейкер. Но Шейкер это прекрасно понимает. Шейкер у нас вроде как скилловой с виду. Даггер есть. Так что можно убегать. Ну и смотрите, по саппортингу команды СПС. Как обстоят дела? Здесь Вард стоит. Вард стоит. Давайте глянем, чей он. Чей он, чей он. Скажи, чей ты? Хрен его знает. Чей Вард? Думаю, Шейкер. Здесь Вард стоит. И Вард, и Девардинг имеется. Все, в общем-то, присутствует. И здесь стоит Вард. То есть команда СПС, в общем-то, достаточно неплохо дефает. И, по крайней мере, старается у нас дефать. Ну вот. Но пока получается не очень. То есть контроль, конечно, над картой у них есть. Но что говорить о том, когда преимущество по тому же дэмэджу просто колоссальное. Виз прорывается у нас вместе с инвокером. Инвокер побежал у нас за андаинга. Кирпич по голове. Бласт, Санстрайк. Ну и Стефан Хокинг. Слабоватенько, конечно, у нас просел. Можно было бы и больше. Ну и все. И Виз просто улетает с инвокером. Фиссура у нас от Шейкера. Она, конечно, ничего бы толком не сделала, кроме как дэмэдж нанесла бы. Ну так на дорожку фиссуру дать тоже было бы неплохо. Может, тизер хотел разорвать? Кто знает. Так, у Шейкера уже у нас есть Helm of Iron Will. Насколько я понимаю, готовится у нас коровка к Whale of Discord. Ну хотя бы так. Хотя бы магическим дэмэджем что-то организовывать. БКБ со стороны команды Skull 9 есть у нас у Люсьена Лошанса. У Бладсекера ничего. У инвокера появляется поинт бустер. Кто-то выходит в агоним. Нестор. Тут просто король пабов будет сейчас. Король вечерины на Игрокам ТВ. Это я. Shadow Amulet у нас есть уже у Виспа. Окей. Хорошо. Shadow Amulet, так Shadow Amulet. Ну тут просто, конечно, команда Skull 9 веселится. У меня очень много денег. Ребята, что купить? Да купи Shadow Amulet. Ладно, окей. Всё, у меня типа много денег. Что делать? Продай Shadow Amulet, купи ещё один. Я же просто потеряю 800 копеек. Да, давай. Деньги всё равно капают. Давай. Зато как красиво. Ну, ладно. Висп собирается у нас в инвиз. Инвиз тут нужен так, постольку поскольку. Просто потому, что неплохо бы вообще, в принципе, иметь инвиз. Ну и Бристилбека. Вроде всей командой пинают. Ещё и под тамбой. И ничего, Бристилбек дерётся. Пошёл на Sonic Wave. Джаза в итоге развалили. Стефан Хокинг на лохэпэ. Ульта только-только проюзанная. Ну и здесь бы чем-нибудь отхилится. Андайнгу. Андайнг знает, чем отхилится. Андайнг живёт не так уж и мало. И это камбэк от СПС. Под тамбой. Минус 5. Дабл килл от Фира. Какой-то там ещё мультикил ещё от кого-то. Но и Шейкер остался в итоге-то у нас живой. И по факту. 5700. Зарабатывает команда СПС. Кто там не успел, кто проспал вообще на пояс. Под названием СПС. Кусай локти. Чувак, твои ребята идут за мистикалами. 9200 по экспириенсу. Закамбэчили просто великолепно. Ещё две такие драки. И можно будет как-то уже равной игре говорить. Вообще, Андайнг. Вот я вначале озвучивал, что имбовая, конечно. Такая ерунда. Которую сейчас непонятно. Если его не банить, то всё ли в порядке у вас с головой? Почему вы не баните Андайнга? Он действительно не вывозим. Тем более в играх такого уровня. Вот. И показалось, что команда СКУЛ Найн мне отвечает, что, мол, да мы твоего Андайнга, в общем-то, на тамбе вертели. Вот. А так смотришь, и стоит спокойненько себе этот рыцарь у нас подванивающий. Вокруг него бегают мумии. И его просто не может Сикер развалить. И Сайленс на нём, и ульта на нём. Он просто стоит. Бейте, мужики. Мне пофиг, я пьяный. Да, классно подрались. Конечно, игроки команды СПС действительно хорошо и интересно. Отыграли по голде 5,5. Даже чуть больше. А по экспириенсу с 13 до... Ну, до 7. Тоже 6 тысяч капнуло им в плюс. Два их, правда, потеряли. Если бы в ноль подрались, то вообще была бы весёлая ситуация. Ой, флаппер. Не весело здесь будет. Фессура пошла от него. Даггер через 2 секунды. Нет-нет-нет. Никакого даггера. Корозев скин у нас. Тут, конечно, никуда не девается уже Шейкер. Вроде всё заважено. Вроде в своём лесу можно было бы гулять. С другой стороны здесь стоит Центрик. Здесь стоит Апсерв. Куда там вышел погулять у нас Шейкер? Непонятно. Не то, что прям совсем якорь, конечно, Шейкер. Но в этой ситуации не алё поступил. Ну и Роха ещё раз падает для команды Скулл Найн. Как вцепились за него. Команда СПС вообще даже и не пыталась выходить на Рошана. Но они не верят ещё, что могут выиграть. Ещё бы такой один замесик, было бы, конечно, поинтереснее. А вообще комбинация команды СПС, к чему у нас вся стремится. Как я это вижу, как мне понимается. Ставит тамбу у нас Стефан Хлокинг вокруг тамбы. Собирается 500 тысяч человек из команды Скулл Найн. Туда влетает Шейкер с одним станом за счёт Эхослэма. Фессурой, с Тотемом. Потом ещё раз с Тотемом. Ещё Фессурой, ещё Эхослэмом. А всё это время кастуется Дезвард от Вичдоктора. И все под у нас под Меледиктом. Но я, конечно, такую радужную историю нарисовал. А потом в конце приходит Единорог и сам всех забивает копытом. Конечно, так красиво всё получиться не может. С другой стороны, в прошлый раз пофайтились 5 в 2. Почему бы не снизить этот показатель до 5-1, а потом до 5-0? У СПС шансы есть. Комба рабочая, комба классная. Ульты дамажащие. И просто надо как-то эту игру вернуть в нормальное русло до того момента, когда ульты станут бесполезны. Квапа, в общем-то, сейчас с Аганимом. У неё Соник Вейв скоро будет 3-го левела. Поэтому она юзать его может по КД без проблем. Без потерь вообще для себя и для команды. И для фарма. И для всего-всего-всего. Чего не хватает команде СПС, так это, конечно же, контроля. Винов Пейн на 30-й минуте с одним Аганимом. Сайлэнса у команды СПС нет вообще ни у кого. Только станы Мека отсутствуют точно так же. Они хоть Курьера купили? Ай, купили. Чертяки. Да, я шучу, конечно. Сайлэнса нет, Хекса нет. Контроль постольку-поскольку. И это, опять же, это Шейкер, на которого надо надеяться. Но у Шейкера Фессура неплохой стан. Это такой, знаете, непросто применимый. Ну и что? У нас Т1 забирает на топе СПС. А в это время внизу с Кулл Найн уже зашли на Т3. Есть Глиф. Глиф провязали. Прилетает Судан Дайенг. И туда ли ты прилетел? И Бласт по нему, и Кирпич. И Стефан Хокинг. Я тогда еще подумал, почему так поздно провязал у нас ульту? А как ее провязать пораньше, если ты все время у нас просто на лоу ХП? Потому как разваливает тебя инвокер моментально. Два байбека от команды СПС. Три байбека. В таверну отправляется у нас еще и снайпер. Три байбека от команды СПС. Четверых они потеряли. Вот. И пошла погоня за Нестера. Ну и со стороны команды СКулл Найн тоже не сладкий заход на хайграунд. Они 830 голды выиграли. Но это просто потому, что байбеков куча от СПС было. Вот. И они просели по ХП. Ну и... А, подождите. Инвокеру-то еще сбили Аэгу. Нестер-то у нас тоже, в принципе, умирал. Вот тебе и дела. Ну и у инвокера остается немного совсем... А именно 750 до появления Аганима. Просто, чтобы кастовать, не перекастовать. И что интересно. Что действительно... На что стоит обратить внимание. Команда СПС тут просто выносливость и выдержку какую-то показывает небывалую. Стоят и смотрят. Стоят и смотрят. И... Держатся. Пока держатся. 15 тысяч. Ну, хочу вам сказать, вот... 18 июня 2015 года это не не отыгрываемая сумма в принципе. Нестер видит Курьера. Курьер видит Нестера. Курьер уходит. И Нестер по эфиру. Эфир в таверну. Ну и Квапа просто до прокастованного всего отправилась в таверну. Ну и Нестер по Тамбе. Тут, конечно, мумии не щадили бы соло Нестера. Ну, хорошо, что хоть подошел бы от Синий. Потеряли Квапу. Развернулись, ушли. За Квапу подарили немного. На самом деле, можно было и побольше. Ну и 15 тысяч плюс по золоту. Скул Найн и по экспириенсу школьнички у нас десятку выиграли. Ай-яй-яй, Бристл Бэк забрал с Шейкера. Что ты, родной, здесь делаешь? Сейчас просто я хочу посмотреть по вардам. Нет вардов, нет. Шейкер не ставил здесь варды. Шейкер пошел созерцать воду. Тут из него Бристл Бэк. Вдруг откуда? Не возьмись. 29-40. Ну и надо дефать без Квапы. И дефать без Шейкера. У Шейкера, правда, есть Байбэк. Но стоит ли его юзать, непонятно. Это Шейкеру надо артефакт. И Шейкер в итоге у нас юзает Байбэк. Все, Байбэков ни у одной из команд не будет. Так что можно будет попробовать и понести. Вот Нестера. Не самый удачный раскаст. И Андайн провязал ульту еще до того, как поставил Комп Столк. Еще до того, как его раздамажил здесь Нестер. Нестер уже у нас с Аганимом. Правда, маны нет. Ну, наверное, потому и нет. Потому что с Аганимом уже все, что можно было вкастовать, вкастовал. Вообще, инвокер, кстати, тут по раскастам прям молочага из молочаг. И Торнадо, я видел, залетали ЕМПшки и Бласты. И понятно, что без перерыва кирпичей и Санстрайки. Санстрайк уже макс левела 500 лет. Да, Нестер тут. Действительно яркое звено в составе команды Скуллайн. Остальные тоже неплохи. Вот, просто не так ярко это смотрится. Как обычно, работу саппорта никто не замечает. А вот кто-то трипл килл сделал, потому что ему халявный фарм давали всю игру. И мы типа, ооо, вот это чувак раздамажил. Разрайкликал. И подходят у нас игроки команды СПС уже к Тауру на битве. Т1 на мидлейне, да, подходят вовремя. 35-ая минута, Т1 на мидлейне. Кримзон Гвард пошел от команды Скуллайн. Стефан стоит на месте, на нем ульта Секера. Ну и Стефан, скорее всего, здесь отъедет. Надо сейвить от флайпера. Ульта туда, ну и просто не дождался у нас. Вичдоктор, когда Шекер даст ульту. И Дезвард просто, по сути, у нас просран. И вся команда СПС расковыривается. И в этом файте, как мне видится, трабл, трабл мне видится в том, что, конечно, ВД тут не дождался, когда законтролит всех Шекер. Шекер шел, Шекер пробирался просто через толпу, потому что даггеры, естественно, сбивали, чтобы дать нормальный Эхо Слэм. И Эхо Слэм был действительно хорошим. Просто ВД дал Дезвард немного пораньше, тем самым сагрил на себя Инвокер. Инвокер поднимает его в ветра, и Дезвард фактически не подамажил. Минус 5 со стороны команды Скул Найн. СПС забрали двоих. Ну и вот эти 3 коллеги, которые остались, они идут на хайграунд. Биты сильно, но они знают, ради чего играют. Ну и что? 4 первых места по Нетворсу команда Скул Найн. 16 тысяч у Гристалбека, и первый по фарму это Снайпер. А у Снайпера, у бедняжули, 10 тысяч голдай всего лишь. 10 тысяч. Конечно, неприятно на ранних стадиях. Так вроде и перспективно, вроде все интересно было. А так на ранних стадиях сливаться, конечно, это не есть хорошо. С другой стороны, как бы соревнования. Киберспорт, на секундочку. На Тону Спорт должны быть победители, должны быть проигравшие. 37 с половиной минут, ну и двух линий у команды СПС уже нет. По голде сейчас посмотрим, но, правда, после файта. Ну и у Максисбека есть Дезвар, так иди юзай его, Том Стоун есть. Собрать бы всех в кучу Шейкер, через 10 секунд будет Эхо Слэм. На лоу ХП у нас Вис, Вис подправляется в таверну, Джаза гонят, можно и попайтиться. На Люсиена Лошанса нападают, но поздновато нападают, конечно, на Люсиена. И просто под БКБ ни хренище Вайперу нельзя сделать. Он стоит на лоу ХП и разваливает троих игроков в этом файте. На Нестера пошел у нас раскаст. Кстати, как же он быстро переключается. Айс Бласт, Торнадо, Торнадо, Айс Бласт. Просто, конечно, раскастовки великолепные. От инвокера смотрится это на 5 с плюсом. И все, продолжает через даггер, через форс стафф. Да учитесь просто на этом инвокере. Трипл килл. Ну, скорее всего, на последних минутах, я думаю. Ну, инвокер тут просто чудеса творит. Действительно, MVP даже не обсуждаемый. Почему команда СПС себе не забрала инвокера на мид, непонятно. Надо было забирать. Ну и аганим появляется у Вич-Доктора. Ничего, правда, более. Один единственный аганим, который хоть как-то прикроет голого Вич-Доктора. Оу-е-е. Вот, и, не знаю, ВД здесь врывается с одной стороны хорошо, а с другой стороны не всегда вовремя. Поэтому и траблы команды СПС, которые начались вот здесь вот во время замеса, когда Шейкер шел с этой стороны, а инвокер стоял вот здесь. И инвокер. А вот здесь стоял Вич-Доктор, и Дезвард поставил на вот эту точку. И вроде Дезвард дамажил всех. Но надо было дождаться, когда дойдет Шейкер, а потом ставить Дезвард, и все бы умерли. В итоге у нас инвокер уже на хайграунде команды СПС. Развлекается. Фир у нас под колдснепом. Фира ловят, и Нестер просто выталкивает себя. У него есть Boots of Travel, у него есть аганим, он быстро кастует, он быстро передвигается, он неплохо дамажит с руки 146. Можно биться, можно, в принципе, и просто развлекаться. Примерно этим он и занимается. Сильвер Эдж для снайпера. Ой, как хорошо. Ну, снайпер, ну, понятное дело, что команда СПС уже в горячке. Тут надо как-то ситуацию реанимировать. Они проигрывают 23 тысячи по золоту. Они проигрывают 17 тысяч по экспириенсу. Ну, и хочу вам сказать, что команда Skull 9 приятно удивляет. Когда напикали со старта, смотрелось это как бы... Ну, типа, мол, что пикаете вообще, ребят? Что это... Что это за... Что это вообще означает? Вот. И показалось, что, знаете, не очень организованно все это делается, поэтому и в большей степени наугад. А сейчас смотрю, файты все просто на 5 с плюсом. Каждый отвечает за каждого. Каждый видит свою цель. Не переключается на остальных. Не распыляется в файтах. Надо идти на Роху. Пошли на Роху. Надо инвокеру в соло развалить Вич Доктора. Он разваливает соло Вич Доктора. Да, Борс, конечно, помогает. Но здесь все уже, кстати, а инвокера-то забрать дороговато будет. На тебе инвокер. Инвокер отправляется в таверну. И Висп тоже отправляется в таверну. И Стефан Хокинг после... И, кстати, тамба на хай-граунде просто великолепная. Флаппер с эхо-слэмом. Джаз на лоу-хп. Ну и Люсьен Лошанс на Фира. И Шейкер единственный, кто здесь живет в этом файте. Не считая, конечно, этих мумий. Ну и Бладсикер немножечко тут подсыкнул. И начинает сваливать отсюда Бладсикер. Ну и Флаппера оставляют в соло. Сколько же там криков, наверное. Вот Шейкера. Что ты за человек такой снайпер? Триплкилл в итоге. Люсьен Лошанс. Вот такой подарок к 41-й минуте. Файтились классно. Тамба стояла вот, ну, лучше, чем на 5 с плюсом. Тамба стояла прям 12 по 10-ти бальной. Ее не видели игроки команды Скулнайт. То есть им подниматься как раз под тамбу. Они стоят, гниют, не могут понять, почему кто это вылазит из-под земли и что это за малые нас месят. То есть надо было подняться на хай-граунд. Но подниматься на хай-граунд тоже непросто. Когда эти мумии на пути, когда два игрока стоят на хай-граунде и просто туловищами своими блочат тамбу. Конечно, ситуация для СПС была классная. Они должны были, по идее, выигрывать этот файт. Но тут уже просто перефарм. Сделал свое. Ну и на Роху отправляется команда Скулнайт. Что не доделали, то решили завершить. Крепы просто сожрали Т2. Нет, 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 да, да. Просто съели Т2 крипы. Скулнайт в это время не переживает. У них есть чем заняться. У Нестера готовится рефрешерорт. Это то, о чем я говорил на старте. То есть такие инвокеры, когда начинают тащить и когда у них все хорошо получается, все легко, все играючи, безагонимая, без рефрешера арба просто не заходить таким инвокерам. Понятно, что Нестер к этому-то шел у нас. И странно, что экзорт первым качался и был в приоритете у инвокера. Думал, там Класс Векс будет какой-то с раскастами. А с другой стороны, не было бы экзорта, не было бы столько убийств. Степан Хокин в таверну отправился, тамбу развалили, и под БКБ Бладсикер умудряется даблкил в этом файте сделать. Нет у нас Вичдоктора, нет у нас Андайнга, нет у нас Снайпера. И Снайпер, конечно, несчастно в этой игре смотрелся. Его на линии нормально подрастающили. 9-13 в итоге, 13 смертей от Снайпера. Ну, согласитесь, плоховато такая ситуация для команды СПС закончится. Уже, в принципе, тут мало о чем можно говорить. Вкратце подведем итоги. Что же мы с вами видели, и что интересного подмечал я для себя, и старался вам подметить. Команду Скулл Найн приятно удивляет. Действительно, в первом матче уровень выше, планировался. Это точно вам говорю, и я так по составу для себя почему-то монету подбросил, подумал, что СПС команда затащит. В итоге не затащила, в итоге команда Скулл Найн по Скиллове оказалось посерьезней, и пожалуйста, они проходят в одну четвертую. Респектуля полетела у нас в школьничком. Передавайте привет Ларисе Петровне вот в девятую школу. Ну и услышимся через 2-3 минуты. Ребята, у нас следующая одна восьмая. Пока что перерыв минимум-минимум. Создаем лобби, заходим. Да, и для всех, кто нас смотрит на Твич канале нашем, не забывайте подписываться. Наш первый турнир. Надеемся, что проведем его так же интересно, как и все профессиональные матчи. Все, до связи. Команда Скулл Найн поздравляем вас с командой СПС. Не расстраивайтесь, у нас впереди еще много Саммер Капов, а потом Мотум Кап, а потом Винтер, а потом Спринг, и я думаю, затащите. Все, до связи. 5-6 минут, и вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,